Говорят, соцсети — это наше второе лицо. Если у одних чиновников их личные страницы своеобразная общественная приемная, с помощью которой они делом пытаются помочь, то для других это больше способ сформировать в сети свой имидж, считают парламентарии. И над этим работает целая команда. От мобилографов до тех, кто отслеживает комментарии. Я обещаю, что все это будет через месяц готово. По мнению депутатов, именно такие слуги народа больше занимаются саморекламой, а не своей непосредственной работой. Обсудим тему депутата Мажели с Айтуаром Кошмамбетовым. Здравствуйте. Добрый вечер. Айтуар Кошмамбетов родился 29 ноября 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Международное право». Начал трудовую деятельность старшим помощником прокурора. Был заместителем директора по правовым вопросам. Позже директором палаты предпринимателей города Алматы. С высоких трибун очень часто звучит, что нужно заблокировать ТикТок, либо контролировать ту или иную соцсеть. На ваш взгляд, почему? Я лично не согласен с тем, что надо закрывать эти социальные сети или… Контролировать их. Возможно, надо контролировать, но не с точки зрения тотального контроля, а уже с точки зрения правоохранительных органов, где есть риск для детей, жизни, здоровья, где продаются наркотики, оружие, проституция. Предложением запретить ТикТок казахстанские парламентарии выступали не раз. В Можелесе связывали рост суицидов среди подростков именно с контентом в этой сети. Там же предлагали ввести возрастное ограничение или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата соцсети по опыту Китая. В Сенате говорили о синдроме ТикТок, который обусловлен интересом платформе, где женщины ведут себя как мужчины, мужчины одеваются как женщины, танцуют вульгарные танцы и прочее. Некоторые говорят, что это некая попытка зачистить информационное пространство от критики. Вы согласны с таким мнением? Возможно, у некоторых людей есть такие цели, но я лично считаю, что нельзя давать такому волю, нельзя вводить цензуру и тотальный контроль. Мы свободное государство, и люди должны иметь право самовыражаться. Вы говорили, что не нужно бояться публичности и активности в социальных сетях. Почему? Я получаю обратные отзывы хорошие, и часто бывает такое, что это служит основанием, чтобы внести, например, поправки в закон или в рамках рабочей группы, где я участвую. А где вот не сойти с дороги такой, не уйти в сторону самопиара? Ну, здесь все зависит, конечно, от цели человека. А если цель распиарится, стать звездой, ну, тогда, наверное, другие пути есть, там, шоу-бизнес и так далее. На кого из чиновников подписаны лично вы? За кем следите активно? Ой, я слежу, ну, конечно же, за президентом, за премьер-министром, за многими министрами и коллегами из депутатского корпуса. Нравится, как они ведут социальные сети? Честно скажу, отдельные, да. Ну, в основном это такое, знаете, номенклатурное, серьезное, какие-то совещания. И часто непонятно, что там происходит. Вот я считаю, что мы не должны транслировать, что мы просто работаем, а должны доносить суть. Потому что по форме совещание от совещания ничем не отличается. То есть также кабинеты, галстуки, а по содержанию совсем разные смыслы. Вы говорили, что есть отдача от аудитории вашей. Что обычно пишут, на что жалуются, как комментируют? Большая часть комментариев, она негативная, если честно сказать. Но она не имеет какого-то такого определенного смысла. Просто все плохо, вот вы все там бездельники в таком формате. Задевает ли вас это? Мне очень ценна критика, если она содержательная и со смыслом. Когда просто критикуют внешность, критикуют там голос, еще что-то. Ну, я к этому очень просто отношусь. Я понимаю, что я не идея. А то, что критикуют вот только для того, что вы стали депутатом. Ну, если такое, кто-то считает, что я слишком молодой или там не заслуживаю. Ну, и каждый имеет право на свое мнение. Ну, и есть процедуры, если я не устраиваю там своих избирателей, они могут меня отозвать даже. Внутренне есть порыв попытаться изменить это мнение? Ну, это же мнение как-то сложилось, наверное, не с пустого места, это появилось мнение. Я думаю, это мнение сложилось годами. И оно не касается лично меня, а в целом отношения к каким-то государственным структурам, чиновникам. И это не только моя личная задача, а, наверное, задача всего госаппарата и всех, кто есть, депутатский корпус, чтобы мы работали над этим и вызывали доверие у людей. Это же достаточно долгий процесс, восстановить доверие у людей. Если вспомнить, там, 10 лет назад, 20 лет назад, то люди боялись Акимам, к Акимам подойти, к прокурорам. В рамках своей работы уже порядка где-то 20 районов и сел объехал. В принципе, я вижу, что с Акимами они, ну, довольно уверенно население говорит и высказывает в лицо все претензии. Да, не всегда это, конечно, работает, но как бы взаимоотношения уже на другом уровне. И мы должны стирать эту границу, мы должны правильно отношать, что это менеджмент. Государственный менеджмент. Мы наемные работники, которые делаем свою определенную работу. Мы, как законотворцы, пишем законы. Аким управляет регионом и так далее. Казахстанцы создают петиции, активно их подписывают. Это однозначно из-за демократии, потому что это тоже огромный шаг. Чиновники должны радоваться, что есть такой инструмент, и наоборот получать быструю обратную ситуацию и качественную. В сети была информация, что в противовес одним петициям создаются другие петиции, и госслужащих заставляют их подписывать. Вот как вы к этому относитесь? Для чего это делают? Наверное, для того, чтобы достичь каких-то своих целей. Но я лично против, и я думаю, что правильная идея навсегда найдет свою поддержку без принуждения. Поэтому людям не стоит бояться противного мнения. это вполне нормально. Критика, дискуссия, это все здравый смысл. Он всегда побеждает. Реформы, они часто непопулярны, на самом деле. Но их надо делать тоже. И кто-то должен решаться их делать. Спасибо вам большое за интервью. Мы надеемся, что все будет хорошо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова